Ну, время у нас сегодня, мягкое, довольно-таки ограниченное, 40 минут, поэтому я вам попытаюсь рассказать об этой трагедии века. Я попытаюсь рассказать только проверенные, не подлежащие никакому сомнению, факты и аргументы. А вывод сделать так оно было или оно было не так, вы уж сделайте сами этот вывод. Я вам скажу, только факты и только аргументы. Мне в этом могут помочь и Сергей Иванович, и Александр. Они тоже работали над этой темой, и они могут рассказать тоже очень много. В каких-то случаях, может, даже больше, чем я. Прошу еще учесть один момент. Значит, наш сегодня круглый стол, он, так сказать, как вы сказали здесь, неофициальный, такой товарищеский, круглый стол. Поэтому мы можем сказать, что это наш экспромт. Но народная мудрость гласит, что самый хороший экспромт – это подготовленный экспромт. Поэтому будем говорить, что это экспромт. Значит, ну, я не знаю, может быть, тут два-три слова я скажу про себя. Что это, кто это, откуда я. Значит, моя, так сказать, биография очень похожа на многие биографии, так сказать, авиационных товарищей, вот, я, так сказать, родился, жил, учился, служил, летал. Но все это дело было в далеком, далеком прошлом. Я уже так далеко, что я сейчас даже и сомневаюсь, со мной ли это было. Сегодняшнее мое социальное положение, ну, можно выразить всего тремя буквами. Ну, не теми, конечно, буквами, которые может показаться, нет, нет. Тремя буквами. Какими буквами? Н, Б, О. Мы, тут, так сказать, люди не адиционные, не имеем отношение к версии. Мы знаем, что такое Н, Л, О, правда? Неопознанный летающий объект. А Н, Б, О, это неопознанный бородячий объект. Я вот брожу там, там, во всем там странам, континентам, и никто не знает, кто это такое, что это такое. Вот так сказать мое социальное положение. Н, Б, О. И тем не менее, я два-три слова скажу, как, почему я, как сказать, вышел вот на эту тему, тему Библии Гаварина. Чего? Чего я взял это дело? Где-то лет 15-20 назад, 25, я думал и полагал и считал, что эта тема давным-давно уже известна каждому, как говорится, нашему русскому советскому человеку. Известно, как погиб первый человек планеты. Это уже известно. Потом как-то совершенно случайно в один день где-то открыл я интернет или там же такое читают. Вот погиб Гагарин, никто не знает, никто никогда не узнает, даже семья не знает. Подождите, что ты еще не знаешь? Что ты еще не знаешь? Семья не знает? Я беру телефонную трубочку, звоню дочери Юрия Алексеевича Гагарина. Елена Юрьевна, вы простите, ну я представился там, вы что на самом деле, вы не знаете, как погиб ваш папа? Нет, Николай Константинович, ходят всякие версии, вплоть до оскорбительных, что они там и пили, и напили, и спин поют, и все прочее. Это просто обижает нас. Елена Юрьевна, я сейчас же сажусь и пишу вам письмо. Поэтому так родилась вот эта вот идея написать Елене Юрьевне письмо, как погиб ее папа. Я сел и начал писать страничку, вторую, третью, но Елена Юрьевна не авиационный человек. Пришлось все это дело подробно расписывать, разъяснять, пояснять. Я проработал полгода и написал 90 страниц письмо Елене Юрьевне. После этого мы разговаривали с ней по телефону, я ей по частям посылал спасибо, спасибо большое. Теперь мы будем знать, теперь мы будем знать. Я говорю, вы хоть маме посылаете, скажите, Валентине Юрьевне. Нет, 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 маме мы не будем говорить, она очень старенькая, она не переживет это. Но и она уже привыкла к этому, мы не будем. А вам большое спасибо. Таким образом родилась вот эта вот идея написать письмо, а потом, значит, Елена Юрьевна дала мое вот это вот письмо одному немецкому Герхард Ковальский журналисту, он написал четыре книги про Гагарину, и он эту Елену Юрьевну, и Галину Юрьевну, он сказал, когда ей было пять лет, он пятьдесят лет работает над этой темой про Гагарина. Как только он прочитал эту мою статью, он ухватился за нее, немедленно ее перевел и представил эту книгу на Ляйцевской ярмарке Гагарине. Я говорю, вы что, вы столько материала знали до сих пор, вы столько переломатили, как сказать, фактуры, чудом неопознанный блуждающий объект, взяли какую-то статью, и вы все равно не знаете книгу. Вы что, вы же не талантливый журналист. Он мне говорит, потому что нельзя за эту статью Николай, потому что я талантливый журналист. Мне было все ясно. И вот, значит, я там добавил некоторые, как сказать, факты, я добавил аргументы Елене Юрьевне, и получилась вот эта статья. Потом мы как-то случайно повстречались с Сергеем Ивановичем, и пошел, и поехал. Сегодня я вам расскажу, как проистекали события в тот трагический день 27 марта 1961 года. И первое, с чего мы начнем, мы ответим на вопрос, как, каким образом, вот вы же сейчас видели, как он летал в этот самый космос, там ракеты, моторы, там все трещит, все пищит, все свистит, потом надо как-то прыгнуть с парашютом. Может быть, тысячу раз погибнуть. И в данном случае, простейший самолет, простейшая погода. Инструктор Серегин, от Бога, он сам испытывал эти самолеты, МиГ-15 лет. Как? Они полетели 13-14 минут, они летали, и оказались Елене Юрьевне. Ну как это можно вообще осознать, каким образом, каким образом эту тайну похоронили на 50 лет, этого простейшего случая? Как? Мы сейчас ответим на этот вопрос. Это ключевой вопрос в этой, во всей разгадке, и в этой, во всей трагической истории. А именно, когда мы возьмем заключение Государственной комиссии, которая была сделана через 6 месяцев после начала ее работы, в заключении буквально первой строчки написано, на 27 марта Юрию Алексеевичу Гагарину были запланированы два контрольных полета с инструктором Серегиным, и потом с мастеряким. Я не хочу оскорблять Государственную комиссию, поэтому я не буду предполагать свои предположения, это была ложь, или это была некомпетентность, или это была просто совершенно непрофессиональная работа этой комиссии. Но, скорее всего, иначе и быть не могло. Был такой командующий дальней авиации, решительник, и он разговаривал с председателем технической комиссии, которая расследовала эту катастрофу. И он говорил, спрашивал, скажите, пожалуйста, Сергей Петрович, наверное, его Сергей Петрович, я не помню точно. Михаил Никитич, точно. Михаил Никитич, скажите, пожалуйста, это ведь правда, что комиссия с самого начала поставила перед собой задачу «Не найти истинную причину». Михаил Никитич улыбнулся и сказал «Естественно». Найти, открыть истинную причину гибели Гагарина, простите меня, это было просто невозможно по определению. Если вы вспомните случай Матиаса Руста, который мне пришлось повторить. Так вот, Матиас Руста сел на Красной площади. Я Михаилу Сергеевичу, я почему говорю, Михаил Сергеевич, мы сняли часть. Я говорю, Михаил Сергеевич, а я, говорю, тоже повторил подвиг Матиаса Руста. «Как так, Николай, неужели вы сели на Красной площади?» Так Матиасу говорит, нет, я не на Красной площади сел. А я говорю, вот здесь я сел, вот, недалеко от того кафе, где мы с вами сидим и пьем кофе. «Да вы что?» Я говорю, ну вот как случилось. «Когда Матиас Руста сел на Красной площади, 40 генералов и более 250 офицеров лишились своих должностей». «Это Матиас Руста, это пацанишка, пацаненок, просто, так сказать, привез вот этот самый народный привет от немецкого народа, нашему перестроечному народу, 80 секунд годов, и все. Никто не пострадал ничего. Тут погиб. Первый человек планеты. Как вы представляете, если бы назвать истинную причину, что бы там было? Это не только Советский Союз бы задрожал. Тут бы весь мир бы вздрогнул от такого безобразия. Поэтому было сделано все, чтобы похоронить эту, так сказать, причину травмения навсегда. И похоронили очень просто. Написали, что на 27 число были запланированы два контроля полета. Теперь мы, как летчики, или имеющие отношения к авиации, давайте посмотрим, ну что такое? Если были запланированы два контрольных полета, что это значит? А это значит, что на предварительной подготовке в пятницу готовились все самолеты к полетам, в том числе и этот самолет номер 18. Что его, так сказать, во время полета вытащили на полеты. И на нем должен был лететь, ну, Гагарин, после Гагарина еще кто-то, после того еще кто-то. То есть самолет должен был летать в плановых полетах. Какие проблемы? Самолет не имел никаких технических особенностей. И если предположить, что это было так, причина будет похоронена навечно. И никогда, и никто не распознает причину. И когда мы начинаем скрупулезно этот вопрос изучать, оказывается, было все не так. Оказывается, было все с точностью до наоборот. А именно, на 27 число Гагарину не были запланированы эти контрольные полеты. Он не должен был их летать. Он должен был сразу лететь на самолете МиГ-17, номер 19. Ну, разумеется, расстояние. Потому что там всего 1 копейка. И он должен был лететь на этом самолете. А он полетел на МиГ-15. Простите. А вообще, откуда взяли этот самолет? Откуда? Ведь если он не должен был лететь, и вдруг ему дали вот этот самолет в этот день, то подожди, а где его взять? Ведь все учебные самолеты, они беззадействовали, на всех учебных самолетах летали в ледочке. А этот откуда появился? Оказывается, этот самолет стоял в теч. Его 4 дня назад что-то там сделали, какую-то доработку. Потом сделали 200-часовые регламентные работы. Самолет был в нормальном состоянии, готов, в принципе, к полетам. Только каким полетам? И поставили в теч на хранение. В теч. Он не должен был летать, во-первых. И вообще, этот самолет был отстранен от учебных полетов. Он был очень старый. Чехословатского производства. 4 капитальных ремонта прошел сам планер. И 4 капитальных ремонта прошел двигатель. А там мы думали, полку будет достаточно учебных самолетов. И этот самолет отстранили под планом полета. Там какую-то доработку сделали. И его приспособили для показательных катакультирований. Ну, вы знаете, наверное, что были НКТ. Это летающие катакультные установки. Тогда это только начали появляться реактивные самолеты. Да плюс тут еще космонавтика. Вопросы катакультирования стали на первое место. И летчики должны были знать, как катакультироваться, сколько катакультироваться. Это не так опасно, это все нормально. Вот. И этот самолет приспособили для показательных катакультирований. И какую-то доработку сделали. Там убрали ручку управления из задней кабины. Для того, чтобы она не мешала. Такая парашютист. Или офицер. Парашютист. Катакультируется оттуда. Она между рот, ног торчит, эта ручка. Чтобы она просто не мешала. Не зацепился к тому, что он и все это делает. Потому что ему, этому офицеру, парашютисту, эта ручка совершенно не нужна. Она абсолютно. Там сделали такую кабину. Вот такую вот свободную. Никакой ручки. Для того, чтобы он мог свободно катакультироваться. Все. А самолету исправить, задавать. И его притащили на полеты. Теперь давайте мы подумаем. Если бы государственная комиссия доложила личному, личному генеральному секретарю, что самолет Гагарин притащили без ручки в задней кабине. Товарищи, давайте мы просто пофантазируем. Что бы было в этом ряде, а? Что бы было с этими, со всеми руководителями и так далее. Поэтому, поэтому это все вскрыли первой фразой. На 27 число были запланированы два контрольных полета. Был такой товарищ, кстати, он, по-моему, еще жив. А Куликов, как его звать? Я забыл. Это Куликов, генерал Куликов. В то время он был начальник службы безопасности авиации Советского Союза. Он принимал, разумеется, самое непростительное участие. Я вот с ним много разговаривал по телефону. И с женой его, так сказать, разговаривал по телефону до сих пор. И вот он однажды говорил, Николай, если бы два-три толковых эксперта причину гибели Гагарина можно было бы назвать прямо в этот же день. Я говорю, что Сергей Гагаринович, я говорю, как это так, как это так? Ну, говорит, послушай, Николай, ты же легче? Да, конечно. Ну, вот приехали в пол эти три, два, три, четыре эксперта, высокого класса, конечно, не радоваться и прочее. Они узнали, самолет полетел с подвесными топливными баками. Что это такое? По НПП, наставление по производству полета, категорически запрещено летят в зону с подвесными топливными баками. Это первое. Второе. Сам командир полка, Сергей, продублировал это положение приказом по полку запретить полеты в зону с подвесными топливными баками. А тут самолет был с подвесными топливными баками. Тут же генерал, этот из комиссии, где и что, вызывает к себе инженера эскадрильи, майора Самуэлова. Товарищ майор, доложите, кто так безобразно готовил самолет к полету? Топливные баки не сняли? Самописец параметров полета, это святое дело авиации. Бумагу не заправили? Кран вентиляции кабины не закрыли? Кто безобразно так готовил самолет на предварительной подготовке? Моё самолет? Отвечаю. Простите, товарищ генерал, но этот самолет никто на предварительной подготовке не готовил. Как не готовил? Откуда же он взялся, этот самолет? Пять дней назад мы его поставили в ТЭЧ, так сказать, полка, и там сделали небольшую наработку, сделали 200-часовые регламенты работы, самолет облетали, он был в исправном состоянии, и он здесь стоял, вот, около ТЭЧ, на хранении, а 27-го числа его прямо отсюда притащили на полет. Какие наработки сделали на этом самолете? Спросили, какие наработки, посмотрели журнал подготовки самолета к полетам, который до сих пор никто не мог отойти. Посмотрели, написано. Да, сняли, демонтировали ручку управления, уменьшили заряд немножечко этого патрона выстреливающего, и дальше двухсотчатые регламенты работы, и самолет облетали. Как? Сняли ручку управления, да, для показательной конкуртировки. Все. Причина тут же становится ясна. Тут же. И когда мы дальше начинаем рассматривать ход событий этого полета, все замыкается на этой ручке. А именно. Завели самолет. Полетели в зону. Прилетают в зону, ни Гагарин, ни Серегин погоды понятия не имели, какая там погода в зоне. Нет. Здесь была прекрасная погода. И вот такие же облачка немножечко, 950 метров нижний край, видимость сколько угодно, и все прекрасно. Реки по кругу до 600 метров, нет проблемы. А там, в 21-й зоне, а-а-а, когда они прилетели туда, то Серегин, и Гагарин, естественно, увидели, что елки-палки, нижний, и так, высота облаков 4000 метров, а они на 4000 должны пилотировать. И там мокрый снег, и дождь с мокрым снегом. И под облаками видимость 4-4,5 километра. А нижний край облаков, обратите внимание, 400-450 метров. На аэродроме 900-950, а там 400-450. Когда Серегин увидел эту ситуацию в зоне, вот тут я высказываю свое предположение. Я вам говорил, что я вот только факт, аргументы, которые общедоступны и общеизвестны, а тут я высказываю свое предположение. Возможно, по СПУ, это самолетное переговорное устройство, Серегин говорит Гагарину, Юрий Алексеевич, докладываю, возвращаемся, возвращаемся на точку, погода не соответствует. Гагарин тут же, 625-й, в зоне задания закончил, выход на привод. Ему руководитель говорит, на привод выход разрешаю. Гагарин, вас, 625-й, вас понял. Это были последние слова Юрия Алексеевича. И связь прекратилась, через 30 секунд самолет врезался в землю. Это первое. Второе. Очень важный момент. Очень важный момент. Который говорит о многом, если не ото всем. Государственная комиссия в своем заключении пишет приблизительно следующее. Я цитирую, но не совсем точно. По разбросу обломков, по конфигурации удара самолета о землю, по срезу, так сказать, веток деревьев, можно сделать однозначное заключение, что из облаков самолет выжил без крена и без скольжения. На последних секундах летчики пилотировали самолет рационально. Выжили из самолета все. Перегрузка 9-11. Им не хватило буквально 150 метров. Самолет врезался в землю. Теперь мы, как люди, имеющие какое-то отношение к авиации, мы с ним давайте мы себя спросим. Если самолет вывалился из облаков без крена и без скольжения, скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь, скажите мне, пожалуйста, кто его самолет вывел из крена и убрал скольжение в облаках? Кто? Гагарин или Сережа? И второй вопрос. Если его самолет, простите меня, вывели из крена и из скольжения в облаках, скажите, пожалуйста, почему никто, не говорим о себе, даже вот так мизинчиком не коснулись ручки управления, и вот так вот ее не потянули назад, мизинчиком не перегрузка 9-11, мизинчиком. Почему? Вопрос очень простой. Юрий Алексеевич Гагарин в это время, он там сразу, как только вошли в облаках, он сразу потерял пространственную ориентировку. Что такое потеря пространственной ориентировки? Человек становится невменяемым. Он не понимает, где небо, где земля, где потолок, где это самое, ничего. Вы, наверное, бывали случаи, когда вы испытывали элемент потери пространственной ориентировки. Я не сомневаюсь, я лично когда-то сомневаюсь, где вы едете на поезде, правильно? Приезжаете на культа станцию, вам говорят, товарищи гражданин специалисты, поезд будет стоять 15 минут, так что так, 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 так. А я сижу около окошка и сюда, а там вокзал, а между вокзалом и моим поездом еще один поезд стоит. Я смотрю так на этот поезд, ну вокзал-то не едет, смотрю на этот поезд в задумчивости. Боже мой, одна минута вышла, а я поехал. Я говорю, подожди, ну 15 минут, ну мы поехали, поехали. И мне кажется, что даже покачивали, там чуть-чуть, куда поехали? Я говорю, что делать-то? Посмотрел через вагон на вокзал, вокзал постоит на месте, это, оказывается, тот поезд поехал, тот поезд поехал. Вот точно такой, это элемент потери пространственной ориентировки. Точно какая-то пространственная ориентировка там в самолете. Я сам бывал там один раз, два раза, один раз терял там, чуть не потерял пространственную ориентировку. Ночью в облаках будем поздно отпускать. Вот. Юрий Алексеевич сразу же потерял пространственную ориентировку, он был не меняем. Ну а Серегин-то? Серегин, это инструктор от Бога. Как же он? Вывел самолет из креней скольжения и даже не взял мизинчиком это самое. Почему? Да потому что у него просто не было ручьи управления, камень не было. А из крена и скольжения он выбил самолет педалями. И когда нашли подметки ботинок Гагарина и Серегина, и Серегина, на ботинках Серегина отпечатки педалей, там пырыши, знаете, да? Один полтора миллиметра глубиной. Но эксперты говорят, и там написано, эксперты наработали очень много материалов по педалям, вообще по катастрофе. И в данном случае они говорят, впечатление такое, что многие вот этого летчика, этого вот Сереги, буквально впивались в педали. Буквально. Он, конечно, давил там с неистом, а у Юрия Алексеевича Гагарина никакого признака. Даже нету, что он там на педали, что же давил или что. И как? Серегин вывел. Вот педаль, он вывел. И когда самолет вывалился из облака на 450 метров, Юрий Алексеевич мгновенно установил, так сказать, контакты с землей. Мгновенно. Почему мгновенно? Потому что когда самолет пали, как попало, он может самолет вылететь в таком положении, перевернутом. И надо еще сообразить, в каком положении, где горизонт, естественно. А, смотрим, там, 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 там. В данном случае самолет вывалился прямо из следователей горизонт в воду. Летчик мгновенно установил пространственную ориентировку и подтянул ручку на себя с остервенением. 9-11. Аж верхняя часть крыльев пошла гофрами. Гофрами. Это от повышенной перегрузки. И все. И как-то тянул с остервенением. Но 450 метров не хватило буквально 100 метров, чтобы вывести самолет в рейтинге. Есть вот такое положение. Да, почему, говорят, у них не было даже адреналина в рейтинге. И они даже не испугались. Потому что... Ну, Гагарин, там, ему не до страха было, он ничего не вменяемого было. А почему с ним даже не было у него адреналина? А потому, что они взлетали. Нижний край области был 900-950 метров. И Серега прекрасно представляет, что как только самолет выйдет из-за блоков, Юра потянет, и они выйдут в горизонт без проблем. Но дело в том, что аэродром был здесь, а 21-я зона была вот здесь. И фронт, метео предупреждало, через 2,5-3 часа погода здесь ухудшится. Но это 2,5-3 часа. А тут слетать 40 минут, туда-обратно нет проблем. И фронт холодный шел именно со стороны 21-й зоны сюда, на аэродром. А и тем более, когда они потеряли авитировку и начали пикировать, они стали пикировать не в сторону аэродрома, а наоборот, в сторону от аэродрома. Там, где сгущался вот этот фронт. И там высока область была 400-450 метров. Поэтому они и вышли на 450, и Юра потянул ручьи на себя со стерменением, но не хватило высоты. И они врезались в землю. То есть, если представить себе очень коротко картину, что же там произошло? Очень все просто. Взлетели, полетели, прилетели в зону. Там, кстати говоря, в зоне за 4 минуты, до того, как они попришли, был этот генерал пилотированный. Как он? Кирсан, генерал Кирсан пролетал на военно-транспортном самолете. И впоследствии он говорил, я прилетел туда, там творился целый кошмар. Ад творился. Снег, дождь, никакой на видимости ничего нет. И вот это самое, и вот такая твое. Вот они в эту зону прилетели. Они, конечно, не в центр зоны, не в глубь там, они были наверху. И когда заканчивали задание, начали со снижением разворот и со снижением уходить. Как только вошел в облака, Юрий Алексеевич, сразу потерял пространственную ориентировку. Семёдин, как опытный лётчик, инструктор, абсолютно опытный, я знаю, я знаю, с ним опыт. Он сразу, может, сказал пару слов, Юра, ручку влево, Юра, ручку вправо, но Юра не реагирует. Он тут же взял управление педалями на себя и летал с лётчиками, и у меня тоже теряли пространственную ориентировку, особенно ночью в облаках, особенно после отпуска. Я обычно говорю, Петро, брось управление, отдохни. Я взял управление и на этом всё. Учебный самолёт, у меня лучше, у него лучше и нет проблем. А тут Юра, наверное, Семёдин ему сказал, Юра, брось управление, так сказать, отдохни. Юра, конечно, бросил управление. Семёдин, педалями вырос самолёт из тренера скольжения и они падали ровно 30-32 секунды, когда вышли из облакон, Юра, естественно, увидел землю и начал тянуть, потянул ручку. Не хватило буквально несколько, сотня метров. Погибли. Теперь во меня очень часто вопрос спрашивают. Ну, хорошо, Николай, подожди, а кто тут вообще-то, говоря, виноват в этом деле? Как случилось? Кто виноват? Я отвечаю абсолютно однозначно. В общем и целом, это было стечение неблагоприятных ситуаций. Неблагоприятных. Но ни одна ситуация по себе не имела фатального или летального исхода. Не имела. Только совокупная ситуация. Но одну ошибку Серегин допустил непростительную. И это его вина, что они погибли. Одну ошибку. Какую? Серегин полетел туда, в зону, где абсолютно не знал какая там погода. Потому что разведчик погоды садился на полосу, а Серегин с Гагарином стояли перед полосой. Разведчик сел, а они вылетели и взлетели. Разведчик ничего им про погоду не сказал. Поэтому они прилетели в ту зону, посмотрели, о-о, погода не конец. Юра, уходим, стали уходить, стали снижаться, разворачиваться со снижением. Как только попали в облака, Юрий Алексеевич сразу же потерял пространственную ориентировку и все. Меня спрашивают, ну как же так, как же так, Юрий Алексеевич это же был пилот, такой пилот, космос, космонавт-пилот. Юрий Алексеевич был человек номер один планеты. Он был великолепный, прекрасный космонавт, потому что не было ни на нему, ни после, да? Он был единственный космонавт, это да. Ну, его там правильно, от него там в космосе ничего не требовало, просто сиди и смотри, и больше ничего. Вот. Но как пилот Юрий Алексеевич, ну это не ж не знаю, он был нулевой, он никакой пилот, никакой. он после училища попал в Архангельск, или, не знаю, в Мурманск, в Мурманск, там погода отвратительная, он очень мало летал и едва-едва вылетел самостоятельно и полетел в космос. После космоса он пять лет не летал и вот потом начал, как говорится, писать и обращаться там туда-сюда, ну как же, как, я заведую летным отделом, а я не летаю, ну это невозможно, ну я должен летать. И мы в конце концов разрешили летать. Но мы еще должны привести один не весь интересный пример, который характеризует Юрия Алексеевича как летчика. Он был маленький его рост, и его из училища отчислили по летной неуспеваемости, но потом заместитель командира, начальника училища в это дело встрял и все-таки отстоял Юрий Алексеевич и он там учился и закончил. Когда он вернулся из космоса, через пять лет наш летать, он оказывается первый раз вылетал на самолете не 27 марта 68 года, а в декабре, я не помню, какого, 10-го, 15-го декабря 67 года, то есть 3-4-5 месяцев до того и как он вылетал, он получил контроль полеты и полетел на самолет Ми-17 самостоятельно. Заходит на посадку, выравнивает, о-о-о, высоко, у-о-о, у-о-о, высоко, очень высоко. Руководитель полета 630-й, не помню, какого позвонок было, 630-й на второй круг уходит на второй круг, опять идет по кругу, опять идет по кругу, это рассказывал генерал Куликов, опять идет по кругу, опять заходит на посадку, опять выдрал высоченно. и руководитель полетом. 630-й на второй круг, опять уходит на второй круг. Теперь на траверсе, вот здесь, Юрий Алексеевич сбрасывает фонарь. Сбрасывает фонарь, фонарь летает. Почему? Потому что топлива уже нет, третий раз надо садиться, и если он сядет грубо, и начнет козлить, фонарь может заклинить, и плюс пожар, и он там просто сгорит. А так фонаря нет, если что, нужно выскочить. Он сбрасывает фонарь, и третий раз заходит. Третий раз, он пониже, повыше, пониже, пониже, садится, сев со сброшенным фонарем. Его отстранили от полета, и сказали, Юрий Алексеевич, тебе надо больше тренировки. И вот он отдыхал два месяца, два, полтора, и потом вот в марте месяце он начал снова летать. за марте месяца он летал там, по-моему, 18 часов, это достаточно, даже для кусанта, для бывшего летчика это достаточно. И вот он и, так сказать, полетел на этом самолете. Вот у него были такие пилотные, пилотские качества. То есть он слабак. В плане летной подготовки он был очень слабак. Пишу. И вот таким образом они погибли. А мы сейчас, конечно, для нас это, ну, просто невообразимое дело. Ну, как же там? Простейший самолет, простейшая погода, исключительно отличный инструктор, простейший полет, погиб его. Как? А вот таким образом. Почему еще я говорю о некоторых вещах настолько категорично? Потому что я сам через все это прошел. У меня были летчики, которые теряли пространственную литеровку, у меня были летчики, полеты были, которые отказывал мотор, останавливался мотор, и я все это прошел. Я налетал за свою жизнь семь с половиной тысяч часов. Из них две тысячи часов я самостоятельно держался за ручку, а пять с половиной тысяч часов я делал с курсантами и с курсантами. Вот они с курсантами, а в училище с курсантами с курсантами. Там они не рассмотрели. Поэтому я могу об этом срещать судить абсолютно определенно. если у кого-то будут какие-то вопросы любого характера, я готов выслушать и ответить, а Сергей Иванович будет регулировать наше... это самое... А, вот регулировать наше... Ну, вот в этом участии только... Пожалуйста. Я... Спасибо за внимание. Значит, я хочу сразу сказать, что много различных было высказываний о причинах и тем более высказывались люди, которые к этому никакого отношения не имеют. Поэтому я хотел сразу сказать, что я в свое время окончил военно-воздушный инженер на войне имени Можайского и этот и в МиГ-15 этот МиГ-15 мы уже его на своем аэродроне обладали и я самолет этот хорошо знаю. Вот. Поэтому то, что ручки где-то блужки и все прочее это я знаю. где находится. Ну вот. Хочу сказать, что комиссия, которая работала, сразу те, которые были председателем под комиссией, они о себе заявили, что они здесь ни при чем. это в большей степени касается генерала Мышука, который был председателем комиссии по конструкции самолетов. А он в авиации был ответственным в авиации вообще за конструкцию этих самолетов. и когда первые, так сказать, мнения сошлись и сказали вот-вот разбился, то-то-то-то, вот, и сразу оформили акт, что мы здесь ни при чем, у нас самолет работал до втыка, до земли, до втыка, и расписался. И потом, чтобы не приносили, чтобы не доказывали о том, что где-то что-то нашли не то, не так, он все отрицал и говорит, что этого не может быть. Поэтому его подкомиссия работала так, что никто не знал, что они там делали. Ну вот. Я это вступление почему сказал, что ведь были исследования против этого этой катастрофы. То есть я как испытатель ракетной техники тоже много раз выезжал на место падения аварии. Там каждый кусочек вот так вот берешь и следуешь. это ТЗП здесь или не ТЗП, где оправился металл, где то есть я говорю, что когда работали комиссии об аварии, то каждая деталь она имеет свое место и говорит о том, что она делала, в каком состоянии. ну во-первых скажу, что когда работала комиссия, была организована еще такая подкомиссия полковник Миронов. Ему дали вертолет, ему дали видеокамеру, ему дали журналиста и он облетал все районы, которые здесь рядом были с катастрофой и опрашивал население, что они видели, в каком состоянии, все это записывал и докладывали потом комиссии. Как оказалось, как я вот знакомился с материалами комиссии, ничего подобного там нет. Ничего подобного. То есть это как бы проигнорировали все то, что где-то кто-то видел. Ну вот. Значит, когда вертолет увидел эту катастрофу и там говорили, что передали, что это пожар там, то оказывается никакого пожара там не было. То есть самолет упал с полной заправкой и на месте падения никакого пожара не было. Это нонсенс в авиации, потому что не было еще такого. Если идти дальше, то оказывается, что есть свидетели и даже было это все и написано, что сопло имело нулевую температуру. там был снег. То есть как это? Двигатель работал, да, упал на землю, а снег оказался в саде, а лопатки, а температура лопата еле-еле тепленькая. Это как же так? Двигатель работал, а лопатки теплые? Никак не то есть отсюда идет такой ну прежевременный может вывод о том, что двигатель не работал, потому что есть свидетели, когда самолет падал, вот одна свидетельница Ярцева из Оленьево питомника, у нее спрашивали, а на полодиннадцатого всегда выходила кормить оленей, почему спросили, вы знаете это время? Она говорит, я в полодиннадцатого выхожу, говорит, я услышала хлопок, посмотрела и вижу прямо на меня валится самолет, ей говорят, нет, он летит, нет, он говорит, не летел, он пряно на меня валился, а звук какой, двигатель работал, нет, а звука никакого не было, ну и что вы думаете, эти свидетельства комиссия разбирала, ничего подобного, никому это не надо, я потом прочту признание дальше, дальше, пойдем дальше, допустим, под 55 градусов, да, как бы, самолет упал при встрече с землей, значит, 55 градусов, ведь здесь 50 градусов, ну хорошо, разбросили останки самолетов, 50, 100, 150 метров, а это так же бронеплита оказалась за 800 метров отсюда, ну вы понимаете, что это бронеплита, где она находится, она 850 метров отсюда, направлений в каком не сказано, посмотрели дальше, у меня как, сзади или спереди самолет, есть, у меня здесь полный список, где, кто, где, что находилось, вот, можно почитать, я так, для примеров привел, это только дальше, как это так оказалось, что крышка фотокенобулемета, крышка, люка фотопулемета нашли за 5 километров отсюда, а как это оказалось, что правое крыло, консоль правого крыла находилась в дороге еще до подлета, местопадения, а как оказалось, что не нашли правого противофлатерного устройства, так и не нашли, левое нашли, а правого нет, комиссия говорила, это потому, что самолет пролетел сквозь эти деревья и ободрала правый борт, а оказалось, справа у борта деревьев-то не было, не было деревьев справа у борта самолета, а почему же консоль оказалась где-то, а противофлатерного устройства нет, дальше начали просеивать всю землю, всю землю начали просеивать, искать фонарь, фонарь, остекление, фонаря нашли 13%, и 38% остекления кабины, а где остальное? остальное они нашли, вот, вот эти вещи, я не потому говорю, что они сейчас найдены, это определено было еще тогда, но комиссия эти вопросы не захотела рассматривать, было, ну как вот, Николай здесь сказал, что сразу решили, вот, причины не будет, а, какая причина, а вот, отворот от облака, или там, а может быть воздушный зон, а может быть это и то, я не говорю уже о тех вещах, которые как вы говорили, НЛО, да, я о них даже не хочу этот вопрос поднимать, и не будем испорить, хотя есть это свидетели, как вы говорите, а мы видели, идут самолет, и это соединяется, и мы думали, соединиться или нет шар этот светящийся самолетов, а он не соединился, еще до этого самолет полетел вниз, я не буду эти вопросы поднимать. Исследования велели и много, вот летчик-космонавт, Павел Бенахрадов, фонарь в их кабине был разбит не от удара, а землю, а еще во время полета с внешней стороны от треть консоли, ну, это скажу, а в кабине-то отрицательное давление было, это почему? Потому что кабина была еще раньше разгерметизирована, до удара земли. и вот такие вещи. Я думаю, что здесь и Камаминка, у меня есть записки Камамина, и Шуляцкий, который написал этот, он же член комиссии, и Козырев, доктор наук, который доказывал, что да, обычно шума не было там, и двигатель не работал в этом мире. Ну вот, теперь говорить о причине. Я, конечно, много писал и делал, разбирал все причины, и поймел он, что да, как таковое было, или совпадение, или не совпадение. Вот. Но с другой стороны, и в радиолокатору было обнаружено, что в 10.31 самолет Гагарина вот здесь упал, а его траекторию продолжали еще снимать. и он оказался там на экране, снят это. И он повернул свое время здесь вот, и перед аэродромом просто снизился, и радиолокатор, не стал уже съемки делать. Не стал никто этот вопрос поднимать. Оказывается, почему не стал этот вопрос поднимать? Потому что было все ясно. Комиссии. Ну вот. и последнее. Признание генерал-майора авиации в отставке Польского. летом 68-го года, когда я был в командировке в Воронеже, военном мире, меня начальник института пригласил к аппарату ВЧ. Звонил заместитель председателя ВКК Николай Сергеевич Строев, который сообщил мне, что я включен в состав экспертной комиссии по проверке заключения государственной комиссии. То есть эту комиссию как бы надо еще проверить. Расследовавший причины гибели Гагарина и должен прибыть в Москву в распоряжение председателя комиссии Мишука. Вот этого председателя под комиссией. Через два дня я буду на первом заседании. А комиссия, между прочим, куда был включен этот генерал в Польске, эта комиссия начала работать по письму Быковского и Поповича. Это они в ЧК написали письмо, что комиссия не так работает. И тогда вот создали под комиссию проверки этой комиссии и туда включили этого Польского. Дальше. Комиссия работала целый месяц. И я каждый день вместе с Минаевым, ну это его вместе работали, ездил в Люберцы в Нейрат, где работала комиссия Люберцы под Москвой. Там были предоставлены все рабочие материалы и документы госкомиссии и собранные остатки самолетов. Кроме того, мы посетили место падения самолетов. Нас заинтересовали записи переговоров, которые делись во время полета Гагарина с руководителем полета на Аэродроме Чкаловском, который разрешил им без всякого установления причины, разрешил им прекратить выполнение задания и вернуться на Аэродром. Перед прекращением связи самолетов Гагарина был зафиксирован очень беспокойный голос летчика самолета Су-15 из ЛИИ. Это летный институт наверное Чкаловского выполнявшего испытательный полет в этой же зоне. Пленка была направлена в психологическую экспертизу, которая установила, что такой характер разговора свидетельствовал о неожиданном возникновении опасности столкновения с другим самолетом. Этот материал соответствует заключению нашей комиссии. Мишук доложил строю, ВПК, который попросил его уговорить членов комиссии этот материал из акта исключить. Свою просьбу он мотивировал тем, что нет надобности ставить под удар совершенно невин невиновного летчика. Все члены комиссии с этим предложением согласились. Так был подтвержден вывод госкомиссии. И в заключении, что, между прочим, я нигде не встречал ссылки на то, что наша комиссия вообще существовала и, к сожалению, практически все участники этой комиссии ушли из жизни. я как это доложил те материалы, которые начиная с 68 года, я работал, хотя и на море, но так как я историей увлекался, космонавтик, вот я занимался этим делом. Ваше окончательное мнение в чем? Коротко. Да. Это СУ-15. СУ-15, да. И как я не возражал Алексея Архейку Чилионову и с ним разговаривал неоднократно по этому поводу, потому что у меня другое со всем мнение, и я был против его, но оказывается Леонов оказался прав. Он, конечно, много там ну не так, много не прав было, потому что он говорит, этот летчик получил потом Герой Советского Союза, а это было шор. С тех пор никому не давали Героям Советского Союза, так что это не могло быть, вот, ну, во всяком случае, Леонов оказался прав, да, это другой самолет, и оказалось так, что не просто так вот самолет, как это, попал в струю, не в струю попал, это был удар, был удар такой, который право консоль отлетел вместе с противофлакторным устройством, развалился, была нарушена герметизация кабины, они сразу потеряли сознание, потому что я вам не зачитывал, но здесь вот космонавты, летчики, свидетели, что говорят, так как летел самолет, падал, и как это моделирование провелился, такого не могло быть, если бы они были в сознании, явно они были без сознания, может быть, они пришли в сознание буквально за 400 метров, то есть когда, но это уже было поздно. Я в своих материалах чуть-чуть использовал стименс, юмор, с примесью чуть-чуть сатиры, вы знаете, что такое юмор, да, сатиры, это юмор, когда всем смешно, смеяться, смешно, не смеяться, а сатиры, когда всем смешно, но смеяться, опасно, сатиры. Да хоть у меня юмор с маленькой, маленькой впринесием сатиры. Вот по этому поводу я могу сказать, по анализу и архивке и все прочее. До сих существует две сколько-нибудь объективной версии. Не забывайте, что маленькой сатиры будет, да? Две сколько-нибудь объективной версии? Обнаружи. Да, ну конечно. Все остальные версии не имеют никакого вообще здравого смысла, вообще. А какие эти две самые объективные версии, скажите мне, пожалуйста, отвечать? Первая версия это версия бабы Ванги. Бабы Ванги это первая самая объективная версия. И вторая версия следом за бабой Ванги. Почему она не первая, я скажу. Это версия Алексея Акиныча. Люди. Почему? А чего? Это та версия, где он говорит, что кто-то куда-то не туда вдул что-то Гагарину и Гагарин полетел как листочек осенний и все. Что-то туда пролетел 40 метров в облаках, кто-то кого-то увидел и полетел и все. Это две версии. Это сатира. Сатира. Потому что версию Алексея Архимовича можно сравнить только и только с версией Бабы Манги. Больше никакого сравнения не существует. Не существует. Вот и все. Поэтому не версия университета Бабы Манги это юмор. Сатира, да? Вот и Алексея Архимовича. Но ведь сказать, что в облаках отвалилось крылом и он полетел дальше как осенний листочек стал падать а тот самарел 15 туда полетел ну ребята не надо самих самих себя хотя бы уважать или мы ведемся на что-то на чего-то и сами себя мы уважаем или сами с собой разговариваем или мы не разговариваем в облаках давайте же ответим хотя бы на один вопрос почему Гагарин вместо 20 минут стал пилотировать там 4 минуты почему ведь если бы меня спросили Николай инструктор 7000 на летал и ты прилетел в зону и ты испугался вместо 24 минуты ну разве такое существует вопрос для минутчика который для инструктора который под Богом но ведь что-то все-таки их заставило это самое теперь дальше они как-то без там покрывали теле без фотографии ну как же они вышли из облаков без креда и без скольжения ну как каким образом я инструктор да чтобы я инструктор чтобы я позволил чтобы самолет вот так кувыркался там совершенно исправно самолет это безумие если будет время сейчас вам покажут несколько кадров здесь как лодчик с отказавшим натором садиться в центр столичного города где вот такие вот столбы дома какие-то там всякие баран провода там и этот летчик на самолете ну правда другой самолет садится в центре этого города а там прекрасная погода прекрасный самолет прекрасный инструктор и у них вдруг все как это самое осенний лесочек закувыркались полетели кто же в дом никуда и на этом конец закрыли 29 домов я вам скажу что написано на них 29 томов я вам скажу точно так же как я вам сказал про бабу вангу помните анекдот 17 мгновений весны там анекдот такой есть только Штирлиц знал какого цвета трусы у мюллера там место парни перефразируя этот анекдот я вам скажу что в этих 29 томах самое главное что озвучено это какого цвета были трусы у серебря не угадали все ничего больше там вот такого даже не существует реально этих 29 томах оно по определению не могло там существовать иначе вся страна перевернулась бы и военная прежде всего организация перевернулась бы с ног на ногу бы встала вот в чем дело а мы сейчас разбираем то то ли было то ли не было то ли вдул кому-то что-то то ли не было 4 минуты попилотировали и стал возвращаться и потерял пространственную ориентировку и 31 секунду падали 30-31 секунду а теперь мы смотрим какие-то схемы то ли 15 минут они где-то летали то ли 20 минут они где-то летали ребята ну давайте же мы сами себя спросим мы здравомыслящие люди или не здравомыслящие поэтому поэтому надо реально относиться к эфимпактам и аргумент мне очень нравится ваша версия я читал 20 год назад когда вы выступали если вы видели вас сам я долго стал доктором-профессором я закончил Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище инженер по авиационному оборудованию я потом 3 года в Шаталово служил начальником комплексного тренажера и на тренажере я около 300 часов полетал в Шаталово ой 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 посмотри это мой первый пол я там на самолете у них 23 на тренажере 300 часов наветал и знаю посадки у меня такая я склоняюсь с вами что гибро-гиблогагарин связано с цепочкой мелких нарушений в авиации которые там нарушения там нарушения там нарушения а то есть версии гиброгагарин я связал с трагедией с Книловской трагедией которая была у нас во львове в авиашову погибли лечи что я заметил что могло быть и мы подтверждаем что на этом самолете у меня не было радиовоскопера и осуществлял полет по высоте по параметрической высоте а когда выполняется полет по параметрической высоте то лечить показывал выставить давление дня они выставили давление дня то которое у них есть у них были параметрами резко поменялось метеусловие и давление дня ну давление это на земле давление на земле в зоне оказалось совсем другое ведь Гадарин когда смотрел на авиакоризонт и высотомер он видел что по высотомеру у него есть высота у него есть высота у него была высота но эта высота была относительно аэротрома взлета но относительно его когда он уже шел в пике он думал что у него высота указывается нам хорошая высота но когда он вышел из нижней кромки облаков он видел что высота не соответствует тому что ему показывают и он резко берет перекрузку на себя Правильно, крен его убрали, рыска его убрали, скончение угла. Но для чего? Потому что при крене он быстрее падает, им надо как можно... Не сделали, крен убрали, скончения нет в этом случае. И высоты ему не хватило. Вот как в Секимонске они буквально... Ну, что с него получили? Они убудители в Житомире поставили свою высоту. А высота она может в Житомире не соответствовать, но в Альбове. Он выходит, как в Альбове потренировался, без тренировки. Выполняет полет, делает, в Альбове уже получили высоты. Если ему высоты не хватает, потому что он пилотировал, не по радиовысотомеру, мало весов. Если по радиовысотомеру можно высоты, он будет. И вот эта областность, он потерял ориентацию, он делал результ, и ему не хватило высоты. Моё мнение, что не было высоты давления огня, потому что разведчик прилетел позже, как вы правильно сказали. Разведчик прилетел, а не в Италию. Вот и получилось. И он не рассчитывал, у них запас не должен был быть. Плюс ещё версия, что может попасть в спутный свет, вон турбулентность, может быть. Потому что оказалось, что в этой зоне ещё было пилотированный другой полк, и там на самолёты сухие. Так как ещё нарушение, как можно, когда разное в одной зоне, полёты двух полков, это делается, это организация, это совсем неправильно. Мне кажется, это ещё версия, что, связанная с высотомерами после полета дня, такая же трагедия произошла у нас и во Львове. Почему? Потому что во Львове лётчики полностью выполняли полёт, пока они заходят, и они выполняют всегда по барометрическому полёту, а не по району. Они вошли, машинами выполняли полёт, и им не хватает высоты. Точно так же, мне кажется, им чуть-чуть не хватило. Буквально там исследования показали, метров 30-50 не хватило, а они лучше. Про львовских лётчиков мы говорить не будем. Ни по какому они высотомеру не осуществляли полёт, они выполняли полёт чисто визуально. Нет времени лётчику смотреть на высотомер, когда у него высота 50-70-150 метров. Нет, начало, начало высота. Я выполняю полёт на высоте 750 метров. Оказалось, это было не 750-70 метров. Нет, это дальше. У Гагарина высотомер не имеет никакого отношения к Гагарину. Потому что Гагарин был в абсолютном отрубе. Это мы все должны себе чётко представлять. В облаках лётчик, потеряв пространственную ориентировку, он может восстановить её только в одном единственном случае, когда выйдет под облакат и увидит естественный горизонт. Всё. Пока он не вышел, пока он не увидел естественный горизонт, он в пространстве. Это первое. Второе. Вы говорите, у него там 50 метров не хватило, 100 метров не хватило. Нет. Высота выхода на привод из зоны была 1800 метров. И если бы у них высота пошла бы ниже 1800, не 800, не 900, не 450. Ниже 1800 – это уже Авраа. Это уже Авраа. Что они делают? Почему они снижаются? Мне надо хотя бы 1800 держать. А мы говорим о том, что они там всё-таки думали, смотрели, годами, годами, и до 400 они там всё это дело смотрели. Это исключено. Это просто уводить себя в заглуждение. Нет. И запомните, запомните простую истину, что Юрий Алексеевич до момента выхода из облаков находился в невлияемом состоянии. Он не понимал, что ему говорят по радио. Он возьмёт ему ручку или как куда-то туда налево или направо. Он не понимал, где лево, где право, где низ, где вверх. Вам пример с поезда. Когда поезд прошёл, вас ходит полного метра. В случае вы скажете вверх, я уже поеду. Я поеду. Пока вы не зацепитесь за какой-то неподвижный ориентир. В данном случае горизонт. А не горизонт? Это же был приход. А в этот? Нет. Естественный горизонт. Естественный. Когда ты потерял пространственную ориентировку, ты не видишь ничего. У тебя все горизонты, всё, что у тебя есть в облине и сама картина, она вот так у тебя, вот так вот, вот так вот. Ты не вменяешь. Не вменяемый. По поводу гибели Гагарина есть очень много версий. Вот книга. Тут, когда Анатолий Корешков, вот испытатель с двойки на космодроме Байконур. Вот он тут собрал факты, ну около десяти фактов гибели Гагарина. Вот. И главное там, что проходит, я так понял, что Гагарина больше, как говорится, ну постарались его убрать. И к этому приложил руку Брежнев. Вот. 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 Вот это, понимаете, вот немного. Я вас очень хорошо выслушал. Да. Я отвечу. Да. То есть это как бы политический вопрос. Его специально убрали или нет? Если Гагарина и убрали, то это убрали только и только инопланетяне. А почему? Это, простите, это всё из одной и той же оперы. Что были ли они на земле, что Гагарина убрали и убрали, что они прилетали и прилетали, что было не было. Это только мы отвечаем теорией Бабы Варсгенка. Его убрали, да, действительно. Инопланетяне. А почему? Только потому, что он посягнул на это вот, их, там, звезды и пространство. Моя 60-е годы рождения и первый полёт в космос состоялся менее, чем через год после рождения. Наверное, поэтому я с каким-то особым директом отношусь к теме первого полёта и с большим уважением тех, кто вкладывали свой труд в развитие космической промышленности и такие работели на Байконуре, как на других космодромах. Одно могу сказать, что вот обсуждая сегодняшнюю тему, я, конечно, я медик в медицине 35 лет, занимаюсь проблемами, я медик в медицинском аппарате, вместе с тем журналист, членом Украинской ассоциации журналистов. Много публикаций различных у меня в плане здоровья и экологии, но вот космос, слушай сегодняшнюю тему. Это армия. Армия, самое главное, что? Дисциплина. Я, конечно, не могу говорить о синусах, не могу говорить о тех, но всех, которые для меня очень далёкая, я хорошо раздраживаюсь, верить вам правильно, физиология человека. Ну, у меня вот первым сразу возникли вопросы. Почему рассматриваются лётные характеристики, а не рассматриваются, а почему первого человека страны выпустили на самолёте, не готовом к полёту, на той функции, по которой он летел, когда не было, что лава, инструктора и так далее. Я думаю, что много ещё можно было бы ставить вопросов, их ещё будут, наверное, ставить ещё не один десяток лет. Тема, но самое главное другое, что ушёл из жизни человек, ушёл из жизни непонятно по каким причинам, дай Бог, конечно, чтобы таких смертей и таких катастрофов не было. Спасибо за внимание. Вот один вопрос меня интересует. Соответствует, говорит, это в действительности то, что я слышал, что все остатки самолёта и всё прочее законопадили в бочке и спрятали. Это был беспрецедентный случай в истории авиации. Собрали 96% сухого веса самолётов. Это был беспрецедентный случай в авиации. Такого никогда не собирали. Там ходили по шагам, по шажочкам с ситом солдаты, копали яму 15 метров глубиной и так далее. И всё это рассеяли. Все эти, да, потом выложили всё эти лавангари на брезенте и так далее. Все, потом, когда уже закончили 66 месяцев все эти расследования, значит, все эти останки самолёта запаяли в 10 цинковых бочек. Поставили в хранилище с надписью «Хранить вечно». Когда мы говорили с Сергеем Петровичем Куликовым, у них я упоминал, он мне сказал, Николай Кристантинович, согласно тех документам и материалам, которые сейчас имеются, бумажные, бумажные, ручки из второй кабины нигде не обозначены, нигде не значатся. Останки второй кабины запаяли в бочке номер 4. Сейчас там в описи, у него, он с загоном с описи, и останки второй кабины в бочке номер 4. Сейчас, Николай Кристантинович, можно эту катастрофу потрогать своими руками. Это не то, что были жили-жили-были, прилетели инопланетяки, улетели в стол, ищи их позволь. Нет. Бочки сохранены. Сейчас, говорит, нужно просто открыть. Кстати говоря, у ветеранов было такое предложение Снова все открытые бочки разложить на обмолок, и снова изучать, потому что сейчас техника новая, компьютеры, что это самое, сейчас это отказает им, ветеранам, на самом деле. Потому что это бессмысленное дело, если ты не знаешь, что ты будешь искать в этих десяти бочках, что ты будешь искать. Но вот это вот Сергей Иванович, это самое главное, он говорит. Но в данном случае мы точно знаем, что бы вы искали. Мы бы искали только в одной четвертой бочке останки второй кабины. И мы бы искали не просто кабину, мы бы искали пол кабины, где была прикреплена ручка управления. Вот когда бы мы открыли пол и посмотрели бы это самое, что это дырка, закрытая какой-то либо аминьевой пластиной, либо чем-то, и все. Вопрос отпадает сразу, больше ничего не надо писать. Не было ручки. Он говорит, там могла быть и другая интерпретация. Если кто-то, особенно, так сказать, сообразительный, понял, что ой-ой-ой, ручки там нет, ну-ка, ну-ка, вы себе, побежали в печь, взяли эту ручку, Попробили его на том, перевезли в эту четвертую бочку. Тогда любой, даже студент, криминалист, когда возьмёт вот этот вот осадок кабины, пола, и вот этот, даже подобный ручку, и когда он посмотрит при близком рассмотрении, ага, вот эта линия идёт там на полу, где крепилась ручка, а на ручке она не продолжается. А почему? Да потому что ручка совершенно не подобана другим способом. А-а-а, этой ручки в момент удара самолёта землю не было здесь. Любой вам студент криминалистка. Поэтому я вам не сказал в своём выступлении, у меня в конце моей статье написано, не торопитесь бросить в меня камень. Давайте сначала откроем почву номер четыре и посмотрим останки этой самой второй кабины, а потом уже будем делать выборы. То есть не можно... Николай Константинович, спасибо. Начинаю хочу отъедать слово. Редактору книги «Тайный фигель» Гагарина, Руслан Александр Эдуардович. Микрофон нажмите кнопку. Ну, я постараюсь коротко. Мой отец писал эту книгу, по сожалению, он умер недавно. Я ему в этом помогал. Отец у меня был одним из, ну, как это сейчас надо сказать, ведущим, одним из ведущих экспертов ВВС по расследованию лётных происшествий. Он входил в комиссию, и пока мы эту книгу готовили, это было там, где-то 2005-2006 год, там немножко раньше ещё начинали. Я, конечно, понаслужился много историй, связанных с этим. И хотел бы, вот учитывая наше собрание, хотел бы сказать следующее. Отец был глубоко убеждён, что если двух героев похоронили на Красной площади, то ни о каком расследовании уже речи быть не могло. То есть, результат расследования был предопределён фактически в момент принятия решения и в момент похорон. У пустевых в Красной площади. Далее могло быть только обсуждение того, каким соусом представить эту причину. или это какая-то среда, связанная там с облако, или это шар-зонд. Это могло быть любое событие, любой какой-то момент, на который нельзя было уговлить. Всё. Больше никаких официальных заключений в комиссии быть не могло. Это первый момент. И второй момент, конечно, отец у меня собрал почти 30 версий. Вот все, которые упоминались, они все есть в этой книге. И он постарался сделать оценку вероятности некой выступления или какой-то конкретной версии. Там все есть версии, наверное, ничего нового не придумали. Так вот, суть дела тут какая? Точно он не смог сказать, что же случилось. Но количество нарушений, которые были допущены в этом полёте, он считал, что они превысили вообще все разумные пределы. То есть, ну, там можно по-разному их считать. Он считал, что как минимум 13 нарушений, но вообще, если ещё некоторые поделить, то будет речь идти от примерно 20 нарушений. Если в авиации происходит такое количество нарушений в одном полёте, то вот его было мнение, это неизбежная катастрофа, что бы вы ни делали. И только какая-то случайность может от этой катастрофы, так сказать, экипаж избавиться. В данном случае катастрофа была закономерна, она случилась из-за этого количества нарушений. То, что, конечно, версия связанной с ручкой, он тоже рассматривал, но он считал, во-первых, что это совершенно уникальный случай, что самолёт без ручки выпустили в полёт. То есть, такого, то есть, его было мнение, он никогда за всю свою службу, а он объездил, наверное, все аэродромы, где была скромительная авиация Советского Союза. И не только Советского Союза, а ещё и все гарнизоны в странах Венгрии, Числовакии, ВДР. И он, говорит, такого не видел никогда. Вот. Это, конечно, какое-то жуткое нарушение, он считал, но он, главный, веский примерно 40%. Это очень высокий процент, потому что большинство версий, как Николай Константин говорит, типа Бабы Ванги, они имели или ноль, или максимум 5%. Вот. Поэтому я думаю, что этот полёт, это, конечно, апофеоз нарушений, и мы не можем точно сказать, что произошло. Да, у нас нет фактов, есть встроенная достаточно версия, но, в конечном счёте, при напряжении лёдными заходами, оно и сделало эту катастрофу неизбежной. Теперь я хочу предоставить слово человеку, который занимался непосредственно вот этой встречей. Звучит воспитатель космической техники, заместителю руководителя полётов по космическому кораблю «Уран» и не только, Горчёву Сергею Ивановичу. В прошлом году, в апреле месяце, мы организовали скайп-конференцию с Николаем Константиновичем. В прошлом году было юбилей, трагический юбилей трагедии, 50 лет, да. И я как бы рассчитывал тоже, мы уже знали о этой трагедии, знали историю космонавтики, переживаем тоже количество версий, и мне тоже как бы это не очень нравилось. Сколько можно, по телевизору крутят такие фильмы, показывают, значит, того-го банду, то еще кого-нибудь там и рассказывают, и убеждают, и там всякое разное. И знаменитые люди космонавты говорят нам вещи, за которые иногда становится стыдно, если даже не честно, я не знаю. Поэтому Николай Константинович меня все-таки сподвиг в прошлом году, попросил помочь, да, заняться-то этим тоже. Ну, Николай Константинович тоже, как бы говорится, он не причастен к этой трагедии, не участвовал в расследовании, но так убедительно рассказывает, как будто он там чуть и не присутствовал. То есть мы там на аэродроме, и так далее. В 17-е часы. Ну вот он, кстати, встречался с термонервным сигналом, и вот, как говорится, точка счета, чего все началось. То есть в 83-м году он познакомился уже, по-моему, с этой малышкой, познакомился с человеком, который, с которым он вместе учился в Академии, я оказал, я на том же самом деле, узнал от него, что какой специфический был этот самолет, по которому он пролетел. И ему тогда написал яхнику, говорящему институту, причина, для себя жило-сделало, почему-нибудь, а потом уже говорится, откуда вы видите инверсии, тайна, гаданина, и когда это можно делать, я походя не было. Я, единственное, не знаю, да, я подключу к этому делу, но я старался провести ему не душу расследования, а проанализировать, хотя бы для себя, или, может быть, Александр Николаевич, а затем попросил, где-то опубликовать. В Америке его статья, выяснили, книжку там, в Германии, где-то выдали. В России, кстати, он мне говорил, сняли фильм, с его интервью, через 2 часа. В конце концов, даже упоминания о фильме не было, который вышел в 30-летие в России, на 5-м день он взял. Ну и вот он сейчас приехал в Украину, помог каким-то, может, хотя бы Украине, для вести людей, свое мнение, свою версию об этом сопротивляет, просил меня в этом будущем. Ну и я начал эту тему заниматься. Ну что это бы есть? Да, это царство максимально использовать источники информации, которые максимально считалось в Северной. Пока я остановился на трех источниках. Это книга Сергея Михайловича Девоцерковского. Это человек, который впервые в Северном Союзе начал заниматься проблематикой этого дела, этой трагедии. Потом вышел в свет известный дневники Николая Каманина. Это вот один из томов, третий, охватывает 67-й, 68-й годах, как раз в период событий, трагедии. Я говорю, это такое струкое фото расследование. Очень ценная информация. Я не знаю, прямо как он их писал, потому что здесь открытый текст, там, в мире должность предприятия, название космических аппаратов. А в термине нажимка секретности, как ему удавалось это все писать это, или в секретных тетрадях, или в каких-то рабочих тетрадях. Вот в этом случае, когда это как-то ему там не тормознуло. Потом уже в течение 10 лет он писал-писал, и в конце концов они сохранились, начиная с 93-го года, вышли в свет. Вот, это уникально. Так вот он идет эти три слова. И третий источник, это вот, собственно, вот эта книга. Шерчер Дуартов Александровича, его версии, его артистальные оттуда расследования. Вот пока, ну и у них какие-то источники, я говорю, что обряд вычислили. Откуда взялся вот этот ключевой момент, версии Николая Константиновича, отсутствия ручки управления стране 5. Почему полетели в этом самолете? Что это был за самолет, действительно? Ну, по словам того человека, который, первое, от насоснованное трагедию, всегда был, я там, переделанный самолет, это катапультирование, да, сняли ручку управления, чтобы она якобы не мешала катапультировать. Ну, в принципе, ручка, как будто на кресле стоит, я не помню, стримбитрия, с ручкой, и как бы, летчик грамотный, и ему ручка не было дальше. Ну, как бы, не мешало. Ну, может быть, не совсем корректно, но мы делали бы это. Дело в том, что я предполагаю, скорее всего, по всем тем данным, которые я получил, это был не просто переделанный самолет, а это был самолет специально приспособленный, серийный, есть такая модификация, в УТ-15 СТК, самолет-тренажер катапультирования. Это не переделанный самолет, это самолет, который выпускался серийно, ограниченный серий на заводе. И его особенность была не только в отсутствии ручкой управления, потому что для учебных катапультирования не самое главное. Самое главное в задней кабине не должно быть фонаря, остекление, вернее, там должен быть специальный фонарь, чтобы хоть как-то защитить заднего человека в задней кабине, от нерегающего потока в полете. Он летал, конечно, не на максимальной скорости, 400, ну, может быть, максимум 500 км в час, ну, ветерок хороший. То есть там не просто фонарь, там будет какое-то ограждение. То есть это была модификация СТК, есть фотография этого самолета. И остекление его, естественно, не было. Почему? И подтверждение есть. Вот Олег Порфирьевич в этом, кстати, сказал, не знаю, с какого источника вы взяли, что нашли сколько там процентов остекления, да? И у Шершкара тоже есть. Вот занимался, кстати, вот этот человек, Дор Александрович, он занимался конкретно своей работой. Ему поручили установить факт, возможность столкновения самолета с птицей. Потому что эта версия в то время устраивала абсолютно всех. Ну, просто несчастный случай. С птицей столкнулся, ну, а птичка, ну, это неуправляемый птицей, ну, неподвезглодный, ну, несчастный. Никто не виноват, так получилось. Но оказалось, что, если бы самолета, птица попала в дверь, он бы остановился. Ну, птицей работал до удара, значит, нормальная работа. Значит, птица могла попасть в расцепление фонаря, его разрушить. Поэтому Шершкар, как раз, Дуар Александрович, занимался изучением обломков фонаря. И как раз тех самых обломков ему доставили, вот как он пишет, ровно половину количества двухъясного самолета. Второй половине, потому что почему-то не шли. Это при том, что 96% сухой массы самолета собрали буквально до клачка. Просеивали землю, искали винтики, заплёвки. А половины степени фонаря не нашли. Значит, его там, где они как-то не было. Это, ещё раз подтвердаю, что самолёт вылетел в такой библиотекации без возможности управления задней категории инструктора. Как этот самолёт оказался на полётах? Почему серьёзно на полётах? Оказывается, накануне полёта, значит, Камани, заместитель или помощник, как называющий, бывая, по космосу, который всем этим руководил, космонавтика, там, и хилеологи, тропала. Он чётко светил за космонавтами, которые и бежили, через Агаре, не особенно, а глаз не хотел держать. Он узнал, что 27 марта Агарин должен был вылететь самостоятельно в полёт. Агарин, при этом, прошёл подготовку, контроль и получил официальный допуск. Камандиры и степени с записью влётной книжке, что разрешают тренировочные полёты на самолёте Ми-17 в простых метеоусловиях. Простых метеоусловиях, ну чётко. Этот допуск, Гаварин, получил. Накануне было, как положено по документу, произведено планирование полёта, составлено плановой таблицы, подготовленная авиационная техника, объёмный состав, всё прописано, время взлёта, фамилия лётчика, потом там взлетало много самолётов. И Гагарин запланирован был лететь в первый самостоятельный полёт, 20-го числа. Каманин накануне 26-го дня, значит, у него там были кучи совещаний, всего прочего. Только вечером он узнал об этом, о том, что знаток планируется самостоятельный полёт Гагарин. И вот решил подстраховаться, зная, что Гагарин ничего, лётчик очень слабенький, решил подстраховаться. А кто его проверял? Значит, командир Смина, инструктор, командир Смина, и всё. Он сказал, а вот, пусть ещё северный полёт идёт, командир полка. Хотел подстраховаться. Но на этом, я понимаю, такое решение, вечером 26-го, накануне, когда уже предварительная подозрка закончена, все самолёты расписаны, кто должен был, начнём летать Гагарин запланирован, единственный полёт самостоятельный на Ми-17, всё. Серьёзно, не должен был лететь, осмотреть. И самолёта не было такого запланировано вообще. А вот, командир сказал, надо проверить. И, значит, командир через Кузнецова, начальника ЦПК, находит этого командира полка Серьёзно, сообщает ему, я не знаю, это было вечером 26-го или утром 27-го, накануне полётов. Серьёзно об этом узнаёт и очень расстраивается, потому что он, например, с одной стороны полёт был не запланирован, самолёта по нему не было. Но Серьёзно должен каким-то образом выполнить поздание командирного. Ну и, он же там уже на базарский пишет, что там, да всё уж, вы, если вы не верите в мою инструктору, берите меня с этой должности потешного полка. Ну это, может быть, знаем, может быть, она не так была, так, ну вот, так, ну вот так, не будем сейчас обсудить. Короче, серьёзно о расстроенных чувствах, ему всё-таки приходится таким-то образом списать этот план на протрессию над полётом с Гагарином, который ещё дополнительный, на самолёте, который не запланирован. И он решает, значит, там, кстати, вот анализировал воспоминания участников, там даже есть такой момент, когда один из первых в этой плановой таблице должен был лететь лётчик Андреев, такой есть фамилия, значит, на пути МИФ-15 на облёт. Просто облетать самолёт после каких-то там ремонтных работ, проверить его просто на облёт. И он спрашивает у Тельеева, а что мы делаем с облётом? Он думал, что мы можем, типа, давайте вместо облёта вы полетите на нормальной спарке, пути МИФ-15. Серьёзно сказал, нет, выполняем лёт по плану, мы сделаем что-нибудь другое. И вот он вытаскивает из тачи, вот этот самолёт, тренажёр катакульти, без заднего фонаря, без ручного упражнения, с подвесными топливными паками, потому что самолёт готовился к перегонке на другой аэродром. На следующий день от города его подготовили, когда хотели перегонять, подвесили пак, заправили топливом, ну, бумагу не зарядили, зарядили, мы можем. Потом кран там, вентиляция не перекрыли, чего перекрывать, когда кабина не герметичная изначально, они его степление заняты, что там, какая там может быть, герметичная с ней, герметичная, изначально был герметичный, как будто там вентиляция, где вентиляция. И вот Серьёзно решает, а, решение почему, он же знает, что ураганин крыс получил допуск, он с полётом готовился, самостоятельно с полётом по кругу в зону простых, в эти условия, когда, видимо, хорицион-то, в облаках гонить не надо, наше всё прекрасно, по кругу, в зону, загарим, способны. Ну, говорит, ну, если Каманин так решился, значит, Кузнецов тут, наверное, может, тоже им надо головой весить, я полетел, загарим, обозначил, что будет присутствие в самолёте, это заднее комплини, а загарим, ну, вполне справился, он вполне может послетать на этом простейшем самолёте, простой продаж, простой суток, ну, и полетел. А погоду параллельсировать, да, действительно, он не знал точно, какая погода, в сумме было за час. Не знал, потому что разведчик погоды задержался, если вылетел, а потому что, когда он совместного базирования там задержки была от полёта, и другие там самолёты ещё детали, только этот пол. Короче, это наглазный принцип от всего, они вылетели, не зная погоду, когда с телевизором, поэтому там, ну, то, что уже, я не так классически сказал, Гагарин вылетел, месяц 20 минут, 4 минуты, потому что погода плохая, сейчас решили вернуться. Гагарин при развороте, вошёл в облаках, от ускорков раскрытых условий, в сложных условиях он летать не умел, не знал, и, естественно, потеря пространственной логировки, и дальше уже я повторялся. Дорогие друзья, вы знаете, сегодня пришёл очень интересный и такой полезный разговор. Я думаю, что какие бы версии не появлялись, самое главное, что Юрий Гагарин, он останется у нас в памяти, в памяти нашего народа, в памяти человечества, красивым, юным, умным, симпатичным, первым человеком, которым жил в космическом пространстве. Это самое главное. А версии, это, так сказать, дело и специалистов, и историков, будут с течением времени, может быть, даже пройдя от Салькова. Спасибо большое. Я бы хотел попросить вас поаплодировать всем участникам нашего села и союзным веком.